Всем привет! Привет телезрителям! Меня зовут Алексей. Я говорю, что я сделал что-то наподобие реактивного ранца и часток на нем полетал. Вы видите логотипчик мой, он сделан в студии Артемия Леведева в экспресс-дизайне. И вот так вот это происходило. Если кто к этому имел отношения, кстати, кто-то из вас имел отношения к этому? Тем тому спасибо, кто смотрит трансляции. Нам очень нравится. Я расскажу сначала про историю ранцев вообще, что это такое. Половина выступлений наверно, а потом расскажу свою историю, как мы это пытались воспроизводить и на что наткнулись по пути. В этом году 100 лет с момента подачи заявки на патент нашим российским инженером Андреевым на заявку, то есть на изобретение реактивного ранца. То есть изобретению 100 лет. Он подал в 19-м году заявку, выдали ее в 21-м, но денег на проект не выдали и тем самым история российских реактивных ранцев закончилась. Вот мы ее начали и мы же ее тогда закончили. Впервые в культуре реактивные ранцы появляются в 28-м году. Это комиксы и потом 20 лет был мертвый сезон. Видать, детишки, которые прочитали комиксы, подросли и устроились в инженерной компании, стали какими-то космическими инженерами и начали реализовывать то, что они прочитали в том комиксе. За дело принялись американцы в основном. Я покажу несколько, вот это патент 47-го года, несколько очень таких довольно-таки странных заявок на изобретение. Это вот такой товарищ должен был летать. Ушки какую-то имеют аэродинамическую нагрузку. Пробовали очень много разных вариантов, порой экзотических. Это вот был прыжковый пояс, он позволял перепрыгивать через большие овраги. Не летать, а просто увеличивать длину прыжка. Это другой вариант пояса прыжкового. Экспериментировали с реактивными платформами. У меня через раз нажимается кликер, так что смотрим. И даже с реактивными ботинками, то есть настоящие фотографии. Управлялись ботинки пальцами на ногах. То есть довольно-таки интересные решения были. Было реактивное кресло. Тандем реактивный. Что-то очень на ступу. Вот. И подходим к 61 году, который был ключевым не только в космонавтике, но и в реактивных ранцах. Через неделю после полета Гагарина, 20 апреля 61 года, американец Гарольд Грэм стартанул с центра озера с автомобилем амфибии и приземлился перед Джоном Кеннеди, дал ему честь. Вот как будто вы Джон Кеннеди, он вам отдает честь. И по словам очевидцев, президент открыл рот от удивления и скакал вокруг радостный, как ребенок. Аппарат вот так вот выглядел. Работал он 18 секунд. Позволял летать. Работал на перекиси водорода. Также он засветился в 65 году в фильме с Джеймсом Бондом на открытии Олимпиады в 84-м и в клипе Майкла Джексона 1994 года, но там летал не Майкл Джексона, а его дублер. То есть не о силе, наш певец, эту технологию. Далее придумали взять двигатель от турбореактивного самолета, сделать его маленьким и прикрепить к живому человеку. Вот это тоже летающий образец. Получается, были два вида ранцев, который был сделан по ракетной технологии и по турбореактивной технологии, как самолет, который как ракета летал 18 секунд, который как самолет летал уже несколько минут, то есть на порядке больше. И тем самым началась уже современная история реактивных ранцев. Это, может быть, вы видели на ютюбе, компания Jetpack Aviation, американцы. Это вот с двумя моторами такой у них аппарат. Так вот он выглядит. И чуть более новый аппарат уже с шестью моторами, который с каждой стороны. Это швейцарец Евросии, ему 60 лет. Он бывший военный летчик. И он летает на вот таком реактивном крыле аж с 2004 года. Крыло такое было изначально складное, потому что ему нужно было выходить в дверь с самолета. Ну то есть стартовал он с самолета, там запускались двигатели, он немножко летал, а потом раскрывал парашют и приземлялся на землю. Что позволяло ему свободно летать с эскадрильей турбореактивных самолетов, облететь гору Фудзияма девять раз и полетать с Airbus недавно в Дубаях. Это настоящие снимки, то есть есть видос, то есть можно поискать в интернете. И воспитал двух падаванов, теперь у него эскадрилья из трех человек. Это француз Френк Изопата, ему 40 лет, он изобрел все вот эти вот водные штуки, тот держатель патентов, который мы наверняка видели. Довольно-таки это зрелищный вид спорта. Катают в Москве, то есть можно там 15 минут покататься за 2000 рублей на серебряном бару. Всем рекомендую. В шестнадцатом году он перешел с водных штуковин на огненные турбореактивные. Даже установил рекорд Гиннесса, но на что правительство Франции сказало, то есть еще раз взлетишь, мы тебя посадим в тюрьму. Он говорит, хорошо, поехал к американцам тренировать их военных. Французские чиновники немножко одумались за пару лет и вот в этом году он полетал на дне взятия Бастилии, может быть видели новость, хайпанул так, что президент Франции поаплодировал ему и сказал, написал в твиттере, что он гордится, какие у нас крутые инновации. Это англичанин Ричард Браунинг, он осмотрелся комиксы, фильмов про железного человека и решил сделать костюм железного человека так, как он видит. Это первые такие варианты. Он просто прикрутил к рукам и к ногам такие турбориактивные двигатели, как у меня, попытался научиться летать. Немножко подработал над дизайном, все у него хорошо, так вот он выглядит, стильненько-современненько и цена у него полмиллиона долларов. Вот, встает вопрос, почему такая технология, которая заставила хлопать двух президентов, все же такая она у нас на обочине технологического прогресса, почему и Google и Илон Маск ей немножко занимались, но отказались. Ответы на эти вопросы, то есть, ну, я как-то на своих шишках и синяках, то есть, нашел, пока шел по своему пути, полтора года. Свою историю немножко расскажу. Я много, у меня нет профильного образования, я учился на айтишника, на антихакера, но потом стал много писать на хабре и увидел новость. Кто знает, что это такое? 3D-ручка. Да, это первая 3D-ручка, 3D-дудлер, которая за первые дни собрала там какое-то дикое количество миллионов долларов. Вот, я это увидел, возмутился и говорю, мы не хуже, мы можем за 40 минут такую же собрать, там, через пару дней мы такое вот собрали, ну, выглядит криво, но все функции этой 3D-ручки выполнял. То есть, написал отчетную статью на хабре, вот, мне написал очень много предложений всяких технопарков, говорят, это российские инновации, давай двигаться вперед. Я подумал, на ручку тратить полтора года, то есть, там, легот своей жизни, я не хочу, то есть, и отказался. Это я вам немножко сейчас расскажу о том, какие у меня в голове мысли были, да, так как я дошел до реактивного ранца. Вот так рисовали американцы, вот так вот рисовали мы, кривенько-косенько, но работало. Далее написал несколько статей про космос, но при подготовке к ним я перелопатил очень много материалов, где-то по 50-100 публикаций каждой статье. Получается, то есть, очень большой пул. То есть, мозг работал такой про космос. Вот, и у меня возникла идея не запустить ли что-нибудь нам в космос методом краудсорсинга. И вот, может быть, слышали про краудсорсинговый спутник, который вот на этой ракете в 2018 году стартанул с космодрома Байконур. До сих пор летает. В 2014 году я увидел новость про швейцарца Ива Росси, которые по новостям написали, что он облетел гору Фудзияма. Я не поверил абсолютно. И я был такой в гневе, что, мол, как можно настолько обманывать людей, то есть, так фотошопить и делать такие новости. Полез заниматься фактчекингом, то есть, писать разоблачительную статью на Хаббр. Но оказалось, что это правда, что он действительно так летает. И я вот по итогу написал такой, тоже нашумевший, хайпанувший пост на Хаббре про Ива Росси. Но тогда мне показалось, что это могут делать либо сумасшедшие миллиардеры, либо какие-то вояки. То есть, что простым смертным или инженерам, то есть, нашим по инициативе, то есть, это невозможно. Далее, прошло два года. Это был 14-й год, это 16-й. Я съездил на инженерную олимпиаду вожатым. Инженерная олимпиада всероссийская школьников была. Они там собирали тоже этот спутник, функциональная модель, беспилотники, какие-то автономные машины. И к концу смены я говорю фотографу Ирине, то есть, мол, смотри, дети делом занимаются, что-то пилят, сверлят, паяют, ошибаются и снова делают. А мы с тобой, ну, кто-то фоточки делает, кто-то заметки в соцсетях. То есть, что-то тут не так. То есть, это меня как-то закусило, и вот внутри жгло. Я полез в интернет, нашел фотку с большим разрешением, пробил в гугле все логотипы, то есть, что у него там написано. И понял, и узнал, что вот такой турборектирный двигатель можно купить в интернет-магазине в два клика, и через неделю тебе его доставят до подорога. Двигатель очень простой, то есть, там внутри он не сложнее, чем камера, чем двигатель внутреннего сгорания обычный. Но был маленький нюанс. Он стоил 300 тысяч рублей. Я помножил, то есть, на тягу, и стал думать, как же можно реализовать, ну, там надо минимум 4 или 6 таких двигателей, как можно вписать этот проект в стартаперско-инвесторскую схему, либо в образовательный проект, либо в пиар и рекламную штуковину. Ничего не придумал. Была одна задумка, прийти к какой-нибудь конструкторской бюро, вдохновить инженеров, типа, мужики, давайте его сделайте, а я буду рядышком стоять, писать для вас на хабре, ну, просто ряд что-то рядом находиться с такой крутой командой, которая делает аж реактивные ранцы. Но мне как-то было стыдно, то есть, подходить и говорить, что, типа, давайте делаем реактивные ранцы. Я так сбоку заходил, мол, смотрите, там, американцы все кофигней страдают, а у нас никто такое не делает, не хочет ли? Ну, никто не соглашался, то есть, не нашел я ни отклика, ни поддержки. И потом мироздание, наверное, устало ждать, что я четыре года знаю про эту технологию, но ничего не предпринимаю. И обратилась ко мне прямым текстом, то есть, с экрана монитора, это фильм «Земля будущего», там маленький мальчик сделал реактивные ранцы, и тем самым попал в будущее благодаря этому. И в одной из сцен его спрашивают, зачем ты его сделал, а он отвечал, я устал ждать, что его кто-то сделает за меня. И как-то эта глубоко фраза у меня проникла. Я прикинул, что у меня есть, точнее, чего у меня нету, то есть, не было ни образования, ни денег, ни связи, ни компетенции, но я там, ни плана, и даже не было Инстаграма, то есть, я его только неделю назад завел. И я принял решение, типа, пляшем. Был такой мотиватор в то время, то есть, и он вдохновился. И 1 февраля 2018 года я в Фейсбуке бью, что, типа, народ, я занимаюсь реактивными ранцами, то есть, по всем вопросам ко мне, то есть, я единственный в России, так что, у кого есть какие идеи, давайте. Напечатал себе визиток, стал ходить по всяким стартап-тусовкам, конференциям, раздавать визитки, питчить проект, что вот, мол, типа, реактивный ранец, это круто, давайте со мной. Потом волшебным образом мне как-то выдали зарплату за 3 месяца, которую задолжали, и у меня на счету было вот ровно на турбину. И 13 февраля вот я ее купил. Мы ее сначала очень боялись включать, то есть, там, громко шумело, но потом осмелели. Я стал ходить уже по конференциям с турбинкой. Она такая очень фотогеничная, мы фотолись с ней. И потом мне парочка суровых инженеров говорит, Лех, хватит как уличный фотограф с обезьянкой фототься с людьми, давай что-нибудь сделаем, а именно хотя бы прикрутим его к сноуборду, чтобы можно было ездить на сноуборде без гор. Сказали, сделали. Вот такой вот у нас турбореактивный первый в мире сноуборд. Так вот он выглядел, там уже логотипчики виднеются. И как раз наступило лето, и я мог ходить по конференциям уже со сноубордом, показывать, что у нас руки из плеч, то есть, мы что-то можем, что-то происходит. Но турбина одна тянет 20 килограмм. То есть, для сноуборда это хватает, в принципе, он хорошо разгоняется, до 40 разогнались, дальше было страшно. Надо было как-то двигаться дальше, своих денег уже нет, и я решил покраудсорсить. Я где-то разослал по всем своим друзьям в Фейсбуке, это около полторы тысячи человек, ну, предложение, мол, это такая движуха, давайте скинемся по 10 тысяч, а взамен я вам ничего не могу обещать, потому что фиг знает, получится или нет. А даже если получится, я не знаю тоже все равно, что вам обещать. Кто-то так вот и отреагировал, 50 человек согласились, и мы насобирали вот эти герои, которые меня так поддерживают. Я смотрю на них и не сдаюсь, хотя уже хотел сдаться. Очень интересное мне сопроводительное письмо написал один из товарищей, тут он признается, что он суровый мужик и не мечтает о всякой фигне, мечтает о BMW и о квартире, но у него есть сын, который мечтает о реактивном ранце, поэтому он меня поддерживает. Меня очень тронуло, я его везде показываю, то есть я даже не ожидал, что могут быть такие смыслы у людей, когда они входят в проект. Другой один мой знакомый тоже, который закинул денег, вот прям совсем недавно прислал мне этот слайд, тут парень в футболке здоровается с карьеристом, приглядывается к его галстуку, который похож на замочную скважину, и внутри видит, что там мечтающий ребенок, который мечтал о космосе, но вот он грустит, потому что карьерист выбрал, то есть бабло победило. И он говорит, Алексей, вот именно этим ты занимаешься, ты спасаешь людей от отказа от космоса, то есть хотя бы детей. Меня это тоже так немножко тронуло. Пытаясь ответить на вопрос, зачем же я этим занимаюсь, я вот такие слайды показывал. Вот у нас мы насобирали на вторую турбину, и встал вопрос, что же делать? Рюкзак, платформу или костюм? Мы потестировали все на водных вариантах, то есть ездили на воду, покатались на флайборде, на реактивном ранце, и сразу стало понятно, вот это типа форм-фактор ранца. Это вот один на флайборде товарищ наш, и там сзади я на реактивном ранце. То есть мы поняли, что почему-то рюкзак на порядок сложнее, чем платформа. То есть я сейчас нахожу такое объяснение, что на ногах мы ходим каждый день, то есть ногами управляем своими равновесиями на руках, как управление реактивного ранца. То есть мы не ходим каждый день, и поэтому у нас нет прямой связи между мозгом и коррекцией конечности в этом направлении. Флайборд, который на ноги, вот такой вот форм-фактор, он на удивление интуитивно прост в освоении. Чтобы научиться вот так вот летать, парить на струе воды, хватает 15 минут. Тот, кто очень круто занимается досками, сноубордом или лонгбордом, хватает 3-5 минут, и он уже осваивает водный флайборд. То есть на удивление. А тот ранец, который, то есть там минут 30 надо поглотать воду, и еле-еле у тебя получится не тонуть через 3 секунды. Вот такое интересное у нас было наблюдение. И сделали мы вот, если видно, это фанера, черная изолента. То есть на дно уже два двигателя, и оно уже что-то поднимало симметрично вверх, то есть все испытали, все работает. Это вот было на баррикадной, на балкончике, вот так вот его поиспытывали. Дальше прикупили еще движок. Вот вы видите, то есть это такая же конструкция, с двумя маленькими и одним большим по центру. Но все равно тяга была общая 65 килограмм, а вес пилота с барахлом около 100. То есть нам не хватало именно тяги. Мы выживали как могли, и поэтому придумали бетонно-реактивную тягу. Сейчас объясню, что это такое. То есть это такой пусковой стенд. Слева вы видите кусок бетона на веревочке, который через противовесы подвешен к пилоту ко мне. По центру там реактивная тяга. То есть все вместе. То есть бетон оттягивал 50 килограмм, и реактивная тяга делала 65 килограмм. Поэтому я приподнимался от стартовой площадочки. То есть у меня есть там видос, можно погуглить или показать по QR-коду. Можно все это посмотреть, как это происходило. Это, кстати, что происходит внизу с травой. И я понял, что такое круги на полях. Это кто-то тренировался на реактивных ранцах кататься. Так что никакой загадки нет. Ну, то есть она потому что дует со скоростью. Скорость струи выходит там 2200 километров в час. Это две скорости звука. Вопрос о включении турбины тут. Вот так вот выглядел этот стенд, на котором мы тренируемся. То есть он делает и противовесы, чтоб я куда-нибудь не улетел. Такая клетка. Это я вот зимой тренировался. То есть нужна какая-то еще тренировка при переходе с водного флайборда на этот огненный. То есть немножко надо тренироваться, учиться, держать равновесие. Самый ключевой вопрос, который я выяснил за полтора года, то есть при разговорах и со спонсорами, и с инвесторами, и с другими инженерами, это безопасность. И, скорее всего, этот вопрос не решит никто в мире, кто сейчас летает, которых я перечислял. Все еще живы. То есть летало всего около 20 человек в мире за все 100 лет. Была пара несчастных случаев, но все живы. То есть этот пилот просто сломал челюсть, разбившуюся. Это швейцарец Ивроси на крыле. Он пытался перелететь через Гибралтар, но что-то там пошло не так. Он эвакуировался, спрыгнул с парашютом, покупался немного. Это за несколько секунд английский проект, то есть до того, как он искупается. Ну и только у вас мотоцикл, знаю, что в этот момент все мысли такие, сколько же мне обойдется ремонт. Это американский проект. Вот он, товарищ, горит и не сильно парится. Вот у меня, кстати, тоже несгораемый такой костюм, который дает плюс 10 секунд к жизни, если ты весь горишь. Потом надо, чтобы тебя успели потушить. Это обычный костюм-гонщик, который продается тут тоже в интернет-магазине. Вот меня спрашивают, тебе не страшно? То есть, ну да, было как-то сначала страшно. Это как, я рассказываю, как по тайге ходить, то есть там рычит что-то в кустах. Первые три дня страшно, потом привыкаешь, становишься родным звуком. Но вырабатывается такое, то есть есть страх, есть я, и то есть я это имею в виду, но как-то это уже не останавливает. Мы так немножко стебемся, вот это на гигпикнике, мы шутим над смертью, которая рядышком. Но вот этот момент безопасности заставляет быть в раз 10 более сконцентрированным и в работе, и в своих испытаниях. И я говорю, что никогда в жизни не был насход только сосредоточенным и осознанным, то есть как в момент тех испытаний, когда эта штуковина подо мной, то есть орет, гремит и пылкает огнем. И вот я думаю, что это, наверное, так специально устроено, такое полузатерическое объяснение, что технология реактивных ранцев, то есть она дается там только тем, кто способен преодолевать эту опасность и идти сквозь свой страх. И только самый достойный может вытащить меч из камня. Помимо безопасности, технического обеспечения, то есть был еще очень сильный социальный такой фактор, социально-моральный. Вот такой у меня диалог произошел с одним из космических инженеров. Ну и тут написано, я написал всем топовым технологическим бизнес-ангелам и инвесторам, что типа вот я, мол, занимаюсь, есть какие-то там у вас соображения на этот счет. И вот один из них написал, что типа я неудумеваю, какой же фигней ты занимаешься. Я такой, блин. Ну то есть в принципе это выражает мнение венчурной индустрии российской к моему проекту. И почему же все-таки остаюсь здесь, то есть разговариваю, то есть когда я это все узнал еще где-то полгода назад, почему я это не бросил. То есть я решил немножко покопаться, то есть что же такое, откуда в людях такая вот какая-то странная, теплая чувство к этому проекту. У меня к вам вопрос. То есть я часто с перешкольниками выступаю, спрашиваю, откуда вот вы первый раз вообще узнали про реактивный ранз? То есть можете кто-нибудь что-нибудь сказать? То есть какой был первый опыт контакта с этой технологией? из GTA. Да, кто из GTA? Кто из Fallout? Нет, а какие еще варианты? Ворнс или Македон? А, Ворнс, да. То есть я буквально много сделал скриншотов, а еще какие варианты? То есть я копнул... А, Star Wars. Star Wars. Это Duke Nukem. То есть это моя старшая класса, школы, 96-й год, Duke Nukem вышел, там можно было летать на этом реактивном ранзе, то есть он был таким функциональным аппаратом. И совсем недавно, то есть я откопал, что на самом деле это еще глубже нас зомбировали. Это, кто знает, ну то есть написано, это Super Contra. То есть это на Dendy была такая игра, и вот там вот тот красный чувачок злой, он летает на реактивном ранзе и пытается меня убить. Вот. И я нахожу, что наш мир такой сейчас... Мне предлагают, говорят, бросай этот реактивный ранз, давай беспилотными тракторами заниматься. Я говорю, это неинтересно, это скучно, реактивный ранз, то есть там в нем есть какая-то романтика. Вот реальный скриншот, надпись на крыле, выйдешь за меня. И вот его девушка согласилась. Очень нравится этот проект детям, то есть они все без ума от этого, то есть уже все готовятся, то есть худеют, чтобы можно было то есть уже на этих аппаратах летать. Потому что каждый, говорю, то есть каждый 20 килограмм вашего тела это 300 тысяч рублей, то есть вот рассчитывайте так, то есть прикидывайте, набирайте или нет. Вот есть дикая задумка сделать курс на степик, то есть именно для школьников, как собрать реактивный ранз, незаметно для санитаров. То есть в принципе там есть что интересного по пути. Это шутка. Да, это шутка. Вот это я в кванториуме, то есть тоже перед средними классами давал потрогать реактивный аппарат, то есть эти восторги. И вот я думаю, то есть наверное для этого поколения, то есть технология, потому что встречаю такой немного барьер, скептицизм, то есть зачем это надо, то есть как это окупается, это безопасно. Вот. А вот они уже все нормально, у них уже, к ним дядька приходит в школу и рассказывает, что уже есть реактивный ранз, то есть не нужно им никакую пробивать броню. И переходим уже к тому, что наверное уже больше по вашей части, то есть по дизайнерской, это студент-промдизайнер что-то пытался мне накидать. И вот мы поделали. То есть первый вариант был из шести маленьких турбин, потом концепция поменялась, но вот что-то он нарисовал, какой-то концептик для шести турбин. Вот такого форм-фактора. С цифровым художником, то есть тоже посотрудничал с одним питерским, он нарисовал такие спид, скоростные такие скетчи. Это вот типа как к варианту сноуборда, что на нем можно ездить в горы. Какой-то спорт будущего, какой-то квидич. Есть у меня один знакомый, очень прикольный товарищ, пишет на Хабре, программирует. У него ДЦП, но он в душе панк такой клевый, выступал вместе со мной на ТЭДе. И вот нам захотелось нарисовать будущее для него. И вот нарисовали такой концепт. Для того товарища, который хотел полетать с сыном, через пять лет мы нарисовали вот такую штуковину. Кто узнает, какой это город? Тут есть подсказка. Ладно, это будет подсказка. Через неделю расскажу, что это за город. Кто потом пересмотрит на видео. Владивосток. Еее! Правильно. Это мы такую милитаризированную, то есть тематику прорисовали. Это Дюна. Назад в будущее. Упс. Это Слезные войны. Ну и самовостребованная тема. То есть мы у нас сделали открыточки, то есть разобрали это вперед всего. То есть это мне подсказал один из футурологов. Говорит, не полет, короче, это секс, Леха. То есть только туда. Я такой, блин! Ну вот какое там правило? 46 что? Вот выполнено. Вот уже есть. Видите? Что здесь происходит сейчас? Сейчас у меня процесс уже пока не инженерной деятельности, а такого выступления. То есть хожу по IT-компаниям, то есть выступил на TEDx. и собираю я сейчас еще полтора миллиона на еще 3-4 движка. То есть нужно, чтобы совершить полноценный взлет. Это вот я каждый квадратик 1000 рублей вот сейчас в краудсорсе. Вот моя задача такая на 19-й год. Вот все, мои контакты и вопросы можете задавать. Задавайте вопросы, я вам какой-нибудь слайд поподробнее расскажу. А турбина боится воды? Очень боится, она 700 градусов, то есть ее рабочая температура. То есть если турбину рабочую уронить в воду, да, это все, это конец. Она ей конец, да? Да, ей конец. Даже если не конец, то потом ее включать, просто опасно ее на какой-нибудь капремонт. А тебе конец? А на сноуборте тогда как защищать турбину от снега? Это был очень тяжелый, болезненный вопрос. Сейчас я вам тогда покажу конструктивные. То есть мы над этим боролись, то есть как-то народ уже хотел рваться в бой. Я говорю, стоп, нет, моя турбина, пока я не дам подпись на согласие, все, никто никуда не поедет. Вот видите, такой набалдашник красный, кто-нибудь узнает, что это такое? Фильтр. Правильно, то есть смотрите, вот тут его нету, а там она есть. Ну и вот эта конструкция, кольцо, да, то есть я так говорю, вот она падает на бок и заваливается и стучится в камень. То есть мы такой вот ободок, банкер типа сделали сначала, а потом стали смотреть, что вот на вот эту щеточку стало налипать очень много снега, ну потому что едет, то есть снег поднимается, то есть с контов, налипает и турбине, то есть нечем дышать. И тогда придумали прицепить фильтр нулевого сопротивления, то есть это автомобильная штука. И в принципе, так как у него площадь больше, он даже когда налипает на него снега, там процентов 70, все равно турбина, то есть работает, ей хватает, засасывает снег. А на гене жарко? Ну вот там, где рядом. Смотрите, огонь летит, вот видите колечко там самое правое. Но она же вся нагревается на него. А, там очень интересно, очень узкий клин вот этого огня, то есть как бы вам это проиллюстрировать. Само пламя, оно очень узкое. Во-первых, уже в двух метрах можно вот так вот там рукой сквозь него проходить. И в эту сторону тепло не передается вообще. Ну то есть можно руку держать практически чуть ли там не на вот той вот розовенькой штучке, которая после фильтра. Ну то есть вот, где он тут покажет. То есть при включенной штуке вот можно держать руку тут, тут, тут. Ну до этого докасаться можно. То есть она такая. В одну сторону и очень узенько. С разбросом где-то градусов 15. То есть идет. А кто их производит? Ага, это делают немцы. Они уже 20 лет производят такие турбины. И все, кто летают, летают именно на этой компании JetCat. Есть где-то штук 20 игроков производства таких вот микротурбин. Их используют для либо для военных мишеней. То есть им военно надо из чего-то выстрелить, то есть из корабля выстрелить по чему-то летающему. Вот чего не жалко. Вот не жалко такие турбины. Вот. А второй рынок, это делают такие реактивные самолеты двух-трехметровые. И на них соревнуются. То есть авиамоделизм. То есть где-то штук 20 игроков по миру. Даже китайские есть на Алиэкспрессе, можно заказать. Но немцы как-то вот ухитрились, делают самые такие клевенькие, красивые, отказоустойчивые. И вот я думаю, что если все, кто в мире уже летает, летают на JetCats, то я думаю, ну чем я это? Может, они что-то уже знают. То есть они что-то подороже стоят, но зато я считаю, что это такая ставка на безопасность. То есть это не то, на чем стоит экономить. К вопросу там, что типа я останусь ли жив, если упаду в воду. Вот вопрос безопасности. Все летают сейчас. Либо швейцарец и Фросси, то есть у него запас высоты есть, он там открывает парашют, который с крылом. А все остальные летают, то есть он там, либо там в двух-трех метрах над землей, либо там в пяти-семи метрах над водой. Вот француз, который хайпанул на дне взятия Бастилии, то есть в главном празднике военных во Франции, я не понимаю, как он летает. То есть он летает очень высоко, то есть метрах там 20-30, и вот ему кранты, если он упадет. То есть никакой системы безопасности, то есть в принципе, то есть как-то не технически, а физически построить нельзя. То есть из мертвая зона до парашюта и выше, вот как что-то в воду можешь упасть. То есть вот этого нерешаемая задача сейчас. А ЗАПа продает? А ЗАПа продает джетпаки? Кто? ЗАПа продает джетпаки? Француз. Француз продает ли? Вот мне сегодня что-то прислали, что вроде бы что-то он там продает. До сегодняшнего дня, то есть до вчерашнего дня, я не знал, что он продает. Тут фишка в том, что этой отрасли нет, то есть это несуществующие, то есть такие аппараты, и непонятно, к чему это приписать. Какой это вид товара. И чтобы его продавать, ну чтобы была сделка легальная, то есть нужно какие-то сертификатики. А чтобы их получить, именно на устройство повышенной опасности, то есть нужно их штук 10-20 разбить при испытании всякие вибры штуки там. То есть это очень дорогостоящее, я не уверен, что кто-то в мире этим мог заняться. А бояти вот тут что-то разве не двигают, чтобы как раз бы протестировать? Вот, и вообще, то есть это считаются двигатели, ну а-ля игрушечные. В инструкции у них написано, что человек не должен на 50 метров к ним приближаться. То есть это целевое использование этой турбины. Все остальное типа на ваш страх и риск, то есть мы никакой ответственности не несем, говорят немцы. То есть ставьте их на авиамодельки. Вот, все, кто летает, то есть ставят их на страх и риск, и поэтому, ну то есть нельзя продать другому человеку то, что, ну как это получается, нельзя официально. Ну, наверное, как я понимаю, и англичане уже продавали, то есть и француз уже вроде продавал, ну то есть какая-то схема, то есть кто-то роняет 100 тысяч долларов, кто-то роняет этот аппарат, и каждый поднимает свое вот так. А к производителям ты обращался? Меня знакомые с ними обращают, то есть обращались, ну там чисто, то есть бизнес, то есть им пиар не нужен. То есть у них есть те, кто уже успешно летает. То есть я проигрываю, то есть ну отстаю по времени, по темпу, то есть причем на таком же форм-факторе француз отлично летает, он их уже пиарил. Ну и весь мир знает, что летают на этих джеткетах, то есть там, короче, я думал обратиться. То есть если турбины между ног несложнее удерживать равновесие, если их разнести за ноги, наверное, будет легче стоять? Нет. То есть это вводные штуки все это показали. Сейчас еще, кстати, стоит между ног, то есть я посмотрел еще у француза, думаю, что у него между ног стоит. У меня вот на одном из слайдов, то есть мы так двигаемся, то есть это уже версия шестая, то есть каждая версия работала, то есть минут 10-15, и я сразу понимаю, что надо сделать в следующей версии, потому что это нельзя было подрассчитать. Вот видите, с боков было. Тут было с боков расположено. И вот в этой версии, видите, с боков. Но потом был такой дзыньк в бок. Я такой думаю, так, 300 тысяч, а в трубу разбить не хочу. То есть, ну надо, и поэтому сейчас основная функция этой рамы, это бампер, ну чтобы этой турбинкой не стукнуться ни о какую конструкцию. А поведение струи, то есть она вообще все сливается в один вектор, то есть и там разницы вообще нет, даже если там один откажет, никаких перекосов нет. То есть тело это легко-легко компенсирует, и даже это не замечаешь. То есть это вот, если потренироваться на водных штуках, которые на воде работают, там это вот все прям, ты это телом почувствуешь, то есть какие-то ответы на вопросы, он такой, через понимание именно физики. А уже тестировали, что во время полета один двигатель отключается? Мы нет. Ну потому что у нас всего сейчас вот два. Было три, сейчас два. Ну то есть нет смысла, потому что, знаете, что, ну то есть, а тестировать что? То есть сейчас тяга вот у нас, вот каждый двигатель тянет 30 килограмм. Я все равно на веревочке. В веревочках в системе есть очень сильное трение. То есть самый большой минус, ну тренироваться вот так вот на веревочках, то есть она вот прям скрадывает. И веревка динамика растягивается, и система блоков, то есть там скрадывает. Поэтому если один двигатель откажет, то есть я реакцию на эту штуку, то есть почувствую, не знаю, может через три секунды. Ну короче, это очень грязный будет эксперимент. То есть следующая серия каких-то вот отказов двигателя, управляемыми векторами тяги, то есть у нас на том шаге, когда у нас 4 либо 5 этих движков и полноценно поднимает человека без системы, вот там вот гирьки висят, либо без того куска бетона, чтобы был стопроцентный подъем именно на реактивной тяге. Тогда уже это можно делать. Француз, который летает, у него в принципе запас по мощности есть, что если один двигатель отказывает, то он в принципе сядет. То есть ему этого хватит. Сколько я понимаю. У него там 4-5 и по мощности чуть больше. То есть у него где-то 150 килограмм тяги, а он с барахлом весит где-то 100. То есть в принципе там этого запаса хватает. Может хватить. Но лучше, короче, если что-то отказало, это все не очень хорошо. Поэтому я планирую даже не над водой, я жадный, мне жалко топить эту штуку, я только-то со страховками на веревочках хочу. То есть сейчас цель просто приподняться, доказать, что, мол, всяким скептикам, вот, мол, это возможно. И там очень многие инвесторы говорят, такие спонсоры, что типа вот взлетим, потом поговорим. Там есть пара задумок рекламных. Они такие, вот ты взлети, поговорим, пока мы тебе не верим, что ты способен что-то дальше сделать. А в армии России чем-то таким интересуются? Интересуются, но... Ну, то есть мое подозрение, что у них есть. Это вот мое подозрение. Что у них есть, и у американцев есть, но об этом никто не знает. Ну, вот такая у меня штука. То есть какие-то через те каналы, которые я пытался обратиться, у них был интерес, он звучал так, типа, придите, покажите, какие у вас ноу-хау по сравнению с французами. И он такой, никаких, до свидания. Вот. Ну, и мне не хочется с военными так по карме связываться, что потом ты не выездной, там все их там эти согласования, бумажки, то есть там теряется какая-то романтика, и вот этот дух проекта, с которым я начинал, что типа, а давайте по фану это типа сделаем. Ну, и такого какого-то как-то краудсорсинга больше, там у них все серьезно, все по-взрослому, и нет вот этой творческой энергии, то есть я вот за нее. А тебе принципиально в России это делать? Это тоже хороший вопрос. Не, не принципиально. То есть я сейчас думаю, то есть выходить, то есть open-sourcets'а, open-hardware'ится, то есть на весь мир. Ну, не знаю, то есть пока думаю над этим. Это full-time работа? Нет, это вообще не работа, это наоборот, это даже не хобби, это какой-то минус у меня, то есть я в минус ухожу. Не full-time, то есть тут нет этого, кэшфлова, инвесторов, то есть ничего нет. Сейчас у меня очень такой долина смерти, такой расслабон, я хожу раз в неделю на какое-нибудь выступление, то на TED-е, то к детишкам хожу, на летние школы, то есть рассказываю про эти штуки. Вот сейчас распространение информации. А это какое-то принципиальное решение собирать денег, а не через инвестор? Ну это и вынужденное, то есть я со стартап-тусовкой довольно-таки плотно дружил еще там с десятых, с одиннадцатых годов. Ну то есть я и говорил, что я там два года, то есть был промежуток, я думал, как это все вписать. Ну то есть я понимаю этот интерес инвесторов и как бы сам встаю на роль инвестора и понимаю, что я как инвестор с этим мышлением я не дам денег на это. Ну то есть потому что тупо нет правового обеспечения вообще никакого. Я вот думал, ну за сто лет никто не решил этот вопрос на самом деле. То есть все, кто в мире есть, они какие-то предприниматели делали на свои деньги, а потом как-то отбивались ну рекламой. То есть он там допустим полетал на открытии гонок Формулы-1 или там Red Bull Air Race. И вот он француз, кстати, один вылет пять минут у француза, как вы думаете, сколько стоит? Попробуйте предположить. Такую-нибудь ставку сделайте. 40 тысяч евро. 40 тысяч евро стоит пятиминутный вылет. В принципе отбивает вот все железо одного аппарата полностью отбивает. А что вот человек чувствует, когда летит? О чем думает? У меня есть стат одного из первых пилотов, то есть он такая, у него матершина, то есть у меня там в статье на Хабре это есть. Ну, я еще не считаю, что я полноценно летал, я вот-то типа двигался на веревочках, то есть так называют, то есть такие тренировки и испытания. Очень интересно, то есть идет режим стресса, такого прям, биологического, то есть включаются как-то все эмоции, и когда ты выключаешь, думаешь, ура, выключили. Вот, живой, спасибо, можно я это сниму и больше не буду к этой штуке прикасаться. Ну и какой-то восторг, что типа вызванный, то есть там очень сильно, то есть именно тот адреналин, который заставляет кренки подгибаться, то есть такой злой, он включается. Но прикольно, то есть вот потом смотришь, думаешь, да, клево. Но вот у меня вот есть видео вот это вот такое, меня там спрашивает оператор, какие у тебя чувства, такой, нет чувств, ааа, я ржу, то есть такая лыба такая, до ушей. А ты даешь кому-нибудь политотное? О, нет. Я, то есть мне говорили, типа давай какого-нибудь худенького там у пацанчика, то есть там детей предлагают, говорят, нам не жалко, нормально полетаешь, либо там худенькую девочку. Но аргумент такой простой, что типа, так как я его в голове держу, то есть я закрою, то есть и глаза и полностью его воспроизведу. То есть аппарат, если что-то начнет чихать, там, кряхтеть, капать, я знаю, ну, интуиция что-то сработает, то есть я приму более какое-то адекватное, я думаю, решение, чем человека, то есть со стороны, то есть либо его обучать, либо его заставить такой же собрать самому. то есть как-то не хочется. Да и жадный я, то есть я же построил, хочу полетать сам. А поскольку она из топлива и насколько хватает? Вот эти серии двигателей, 30 килограмм тяги, которые тянет, он ест 1 литр в минуту. Работает на керосине, который продается в Ашане, то есть ТС-1. Вот, получается, если 5 таких двигателей стоит, ну, таким самым большим запасом тяги, получается, она ест 5 литров в минуту. Вот француз летает, у него рюкзачок, то есть он летает 5 минут, получается где-то 30 литров у него рюкзак, 25-30 литров запасом. Вот такой толстенький на беде. Почему конструкция такая, что нужно стоять? Почему там не сидеть? Ага, это есть на видео. Я объяснял. Еще разок пройдусь. Сказал, что просто интуитивно понятно было, когда вы на воде экспериментировали. Ну, похоже, что так легче управлять, потому что центр тяжести намного выше, чем 5. Тут есть много объяснений. То есть я разговаривал с инженерами, с десятком. Никто ничего объяснить не... Ну, то есть инженеры не могут объяснить. Ну, вот мы проводили испытания, вот это вот формат ранца. И вот тут формат на ноги и на заднем плане, то есть на ранце. То есть на ножном варианте водных штук ты осваиваешься за 5-10 минут, на ранец уходит полчаса и больше и юзер экспириенс. То есть ты, если на флайборде, ты через 15 минут уже практически забываешь, что надо управлять, и думаешь, я хочу туда, ну, как на велосипеде, когда круто катаешься, ты уже не управляешь, чем оно переходит на какую-то на периферию этого управления. Вот на флайборде такое происходит, где тоже через 15 минут полчаса. А с ранцем, то есть даже через полчаса ты весь вспотевший, то есть ты думаешь, как бы там держать это рановесие, то есть ты напряженный. Ну, я говорю, что примерно ощущения такие же, как кататься на трехколесном велосипеде и одноколесном. То есть не на соловеле, а вот именно на одноколесном цирковом. То есть какая-то вот идет, ну, стресса побольше и сложнее. Но я думаю, если на водном это настолько сложно, то есть на огненном будет еще посложнее. Поэтому мы выбрали просто по пути на меньшее сопротивление. Хотя изначально, то есть я это и называю, что типа про реактивные ранцы и про джетпаки. То есть в культуре, в архетипах прошито у нас, то есть это именно что рюкзак. Но проще по управлению касались ноги. Ну и в принципе у тебя руки свободны, можно факелом зажигать, там олимпийские огонь, а когда у тебя ранец, там некуда факел пихать. Это так такое объяснение с задним числом говорю. Вот именно практика показала, то есть я спрашивал до инженеров, до испытаний на воде, то есть как будет лучше и как будет устойчивее. Ну там их мнение разделились, когда на воде покатались, такого все, вообще без вопросов делаем. Так как я пилот, делаем на ноги все. Помимо рамы, двигателей, ботинок, а что еще там сейчас есть? Там сейчас он полуразобран, на самом деле, то есть тоже я сейчас, мне это надо скрутить и поставить на другую раму, то есть уже где на 4 движка рассчитаны, то есть она более широкая. Там еще идет, на самом деле, то есть там блок электроники примерно такой вот спачку от чокопайки. Нет, от сахара, наверное. Ну то есть, как это сказать, 10 на 20 на 5 сантиметров такая там электроники. А что там за электроника? Там в основном приемник для пульта и аккумуляторы 3C, трехбаночные. То есть включение-выключение двигателя. Ну то есть вот у меня пульт, это от управления, от обычной радиомодельки. То есть типичный типовой пульт. Турбина питается, то есть в турбину заходит шланчик с топливом, проводок от аккумулятора и проводок, которому нужно цифровой сигнал от одной частоты до другой частоты, любой. То есть там либо от пульта RC-шного, либо от какого-то тестера, хоть с компьютером мышкой можно управлять. То есть она там умная, в ней все прошито, то есть ей надо диапазон частот цифрового и все. То есть это ее входные данные. Дальше она там сама все просчитывает, все свои режимы. А плата с двигателем поставлялась или сами делали? Что? А плата с двигателем поставлялась или сами делали? Мата? Какая? Ну, которая электроника. Она вообще вшита в корпус турбины. То есть в двигателе внутри, вот под серым кожухом, там если его свинтить, там и насос, и полетный контроллер. То есть в предыдущей версии были полетный контроллер вынесенный, ну типа ардуинка только летная. А сейчас они даже его внутрь впихали. То есть она такая очень компактная. То есть я говорю, что с айфона одним кликом типа можно запускать практически. То есть они в эту сторону двигают. А как топливо подается, когда, то есть там как шланг подвязан? Идет шланг и в турбине в самой насос. Я в смысле, извини. То есть у меня рюкзак, да, то есть я сейчас с собой не взял. Вот как там у француза можно посмотреть. А прямо у француза получается? Ну вот у него, который по центру, вот он к нам спиной, у него рюкзак, и вот по левой стороне идет шланг. То есть мне примерно так же идет. С рюкзака с топливом шланг и к турбинам. Еще интересно, как у француза работают двигатели, то есть они как-то он ногами корректируют? Или у него какая-то система, которая сама подает питание? Вот мы тоже по этому поводу копья ломаем, то есть насколько нужно там электроники, гироскопов, то есть там управляемых электров тяги, то есть по опыту на водных штуках ощущение, что вот эта струя, она сливается, то есть ну как это, ей без разницы 1, 16 там, и перекос, то есть ты совершенно, то есть телом быстрее подруливаешь, чем электроника. У француза на некоторых версиях, может быть, вы видите, стоит вот по бокам такие красненькие, это электромоторчики, которые, то есть его вот в этом в оси, то есть вот в такой оси, то есть ему заставляют вращать. Потом он их снял. Были управляемые, то есть такой набалдашник, снизу турбины делается, который отклоняет струю. Тоже у него на каких-то версиях есть, на последних версиях у него этого нет. Вот. Я считаю, что правильный, хороший ответ на этот вопрос, то есть это вот эксперимент уже с нормальной, когда будет тягой. То есть мы проверим без какой-то электроники, если эксперимент покажет, что никак не обойтись без этого, то есть мы будем думать в сторону электроники и такого, как это, сигвея только на турбинах. То есть уже ставить какие-то, может быть, даже гироскопы. А что потом? Все получится. Хороший вопрос, не знаю. Нет, ну как-то же это, ну допустим, кто-то это будет покупать. Вот не вписывается он в логику коммерческо-инвесторскую, вот именно, что покупать. Ну я вот при каком-то суперхорошем сценарии рассчитываю, что хотя бы затраты отобьются на какой-то рекламе, то есть там, не знаю, чемпионат мира, там чего-то открыть. Ну то есть там француз получает 40 тысяч долларов за вылет. Я вот готов пару раз вылететь и отбить рекламную. А дальше, ну вот я вот выступаю, может кто-то что-то предложит там. Коллективный интеллект что-то подскажет. То есть если бы у меня был план, да, как на этом потом заработать, ну то есть я говорю, два года думал. То есть я не просто там спутник в космос запускал. Я думал, как это сделать. И вот. Чем больше я этим занимаюсь, кстати, проектом, тем больше хочу, чтобы меньшее количество народа на нем летало. Потому что штуковина опасна, то есть чем больше узнаю, тем понимаю, что где там есть эти подводные камни. И ну как какое-то совсем идеальное будущее. Это вот. Вот, 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 вот эти вот товарищи. Сейчас покажу, какое я будущее вижу. Вот вариант костюма вообще, то есть я считаю, что он самый нелепый. Вот. Я думаю, вот будет вот такое будущее. То есть это суперпрофессионалы, которые сначала были крутыми парашютистами, то есть там пять лет попрыгали. Потом винг-сьют, то есть это костюм белки или тяги, то есть пять лет попрыгали, остались живы. И потом они переходят вот на такие штуки и делают какое-то либо шоу, либо соревнование между стран, то есть уровня олимпийских игр. Ну, чтобы этим занимались, очень крутые такие профессионалы, которые знают, что такое воздух, что такое парашюты, то есть которые могут приземлиться без парашютов. Да нет, все проще будет. Маск же скоро высадится на Марсе и там придется как-то перемещаться. Отличная идея. То есть я прямо в Фейсбуке у меня последний пост был, то есть там 90-х годов такой концепт-арт, что там тоже Марс и вот они перемещаются. То есть именно мобильное перемещение на других планетах, то есть еще сильно это не прорабатывали этот вариант, но возможно. То есть что мы тут пока тренируемся, то есть потом, что там может быть. Это шутками, но астронавты как-то, если им нужно руками что-то потрогать. Причем это еще дает очень классный бонус в безатмосферных планетах, ну то есть для перемещения, потому что где есть атмосфера, можно воздушный шарик надуть, ну либо на крыле полетать. То есть атмосфера есть, подъемная сила получается. А если этого мало, то вот именно реактивное движение очень классно позволяет повышать мобильность. А космонавтов реально есть? У космонавтов в открытом космосе было несколько проектов, но они отказались, потому что очень сложное у них управление тогда было в космосе. То есть я тоже буду делать обзор на Хабре, то есть у них была и палочка такая, ну то есть вот у него в руках такая пшикалка, ну как спрей, грубо говоря, как валь летал там с огнетушителем, так и прям такое вот большущее кресло со всякими, то есть с двигателями, с рулевыми во все стороны, такая она, которая пшикала. То есть они даже, то есть его построили, испытывали в космосе, и наши, и американцы, но отказались, что типа сложно, на тросики пока наши все летают. Но идут там, то есть там тоже есть разработки. Какие-то новости промелькивали, что там делают, но какие-то фотографии, вот в 70-80-е годы, то есть это был пик их развития. То есть мы думали, что совсем такое далекое, такое прям смелое будущее, это другие планеты и космос. Но пока я так скромненько говорю, сейчас пока взлетим на своих двигателях, там посмотрим. А потом будет такой визионерские лекции, так и, ахей, кто будет на Марсе летать. Пока я ставлю такой вот. Ну весь проект такой двигается. То есть очень трудно планировать на плюс два, плюс три шага вперед, потому что, то есть очень часто уже и было, что вот провели испытания и поняли, что нет, вот в этом направлении вообще не двигаемся, сворачиваем. То есть такой у меня на один, на один, на полтора шага вперед. То есть смотрим. Еще вопрос. А вот эти водяные истории, они портативные какие-то? То есть условно, вот у меня, например, яхта, и я хочу выйти в море и прям посреди... Он работает от водного мотоцикла. Вот, либо от любого водного мотоцикла, либо они сейчас такие стали делать, ну, которые без руля, но специальные штучки, то есть именно под вот эти. То есть у него тяга идет то, что снизу у тебя водный мотоцикл, к нему прикручивается шланг такого диаметра, там сколько, метров 20 длиной, 30. Вот по нему подается вода, и она перераспределяется. Ну и та вот эта водная штуковина, это просто кусок пластмассы с двумя вот так вот загнутыми направляющими трубками, которые вот перераспределяют этот поток воды. Ну и управляется, то есть вот у нас в Москве там ручкой газа мотоцикла водного, ну либо пульт такой же, который дает больше-меньше, то есть тяги и все. То есть он такой, он громоздкий, с собой таскаешь водный мотоцикл, то есть прямо он очень неудобный в этом плане. Кто вообще полетать хочет на реактивную рацию, если это все доведут до ума по-нормальному? Ура! Спасибо! Я бы хотел на ховерборде покататься, чтобы преодолевать расстояние вперед, а не вверх. Ну, верно. Ну, да. Ну, тоже возможно. Ну, эти штуки тоже можно быстро ковериться. Ну, может быть, тот же коверборд еще нет, прототипов каких-то, чтобы... Ну, там Lexus сделали какой-то вариант, что они там на сверхпроводимости, на магнитной подушке делали. Ну, это специально, то есть, грубо говоря, под пол мы кладем то есть очень сильные магниты, то есть там, которые на сверхнизких температурах очень сильно баланс удерживают, чтобы не рухнуть. Вот это тоже интересный вопрос, насколько там нужна акробатика, то есть тоже копья мы сейчас ломаем, какая нужна физическая подготовка и какая... Один человек в мире знает, вот француз он знает, который летает на вот этом огненном флайборде, ну, какая нужна акробатика, чтобы на этом всем держать. Ну, кстати, когда у тебя есть струя, балансировать легче, чем когда у тебя пассивные, ну, просто на магнитной подушке. Скользкий. То есть струя, она дает вот этот вектором, ты можешь что-то подруливать. Ну, то есть, я думали про ховербой, там это такая прям... Это сейчас... Нет физических сейчас таких законов, технологий, которые позволят вот именно парить при очень маленьких габаритах. при этом. Ну, это какие-то... Это область сверхпроводимости, ну, то есть, очень высоких затрат энергетических. Ну, либо специальная поверхность, то есть, как вот эти поезда гоняют на магнитной подушке. То есть, только так. Это не свобода передвижения, это рельсы. А почему, по вашему мнению, этим не занимаются большие компании, а типа Боинга и прочих, а только энтузиасты? Потому что напоминает ситуацию как с самолетами в начале 20 века, что только энтузиасты этим занимаются. Тут же француз снова один и Фросси. С Боингом, то есть, большой корпорацией там все намного строже, чем с венчурными инвесторами. С венчурными инвесторами здесь не получается. У них же там есть всякие гарантии. Ну нет, они просто посчитали, они посчитали, посмотрели безопасность и говорят, фу, нет. Ну то есть, смотрите, используя это как транспорт, он, то есть, как это, есть спектр задач. То есть, что-то решается при помощи вертолета. Ну там какая-нибудь эвакуация, доставка там, ну медика в горы. Что-то решается при помощи, то есть там, пожарной машины и лестницы. Вот, спектр задач, вот где более эффективно, вот эти вот турбореактивные аппараты, он очень узенький, и сейчас пока это какой-то интертеймент, либо сверх какая-то элитная эвакуация. Что, допустим, мне вот прямо отсюда сейчас нужно вылететь за пределы Москвы, то есть он, в принципе, 15 километров покроет, то есть, с рюкзаком 30 литров. То есть, вот если нужна такая вот, ну и трудно смоделировать такую ситуацию, что вот отсюда надо вылететь из Москвы и все, то есть, и там приземлиться где-нибудь за МКАДом. Вот это очень узко, то есть вертолет вы тут не будете держать, а где-нибудь вот в шкафчике ранец с заправленным баком можно держать. Вот на случай CoinZombieApocalypse. Ну, то есть, большие компании, то есть, ну, Google этим занимался, мне есть скриншот, я его, жалею, сейчас не вставил, то есть, там есть у них музей, вот этот Google X проект, который занимается, типа, атомами, а не битами. Вот, они разрабатывали что-то с реактивным ранцем, и потом их директор сказал, то есть, ну, мы все поняли, посчитали, нет, ну, не рентабельно, закрыли. Ну, то есть, там, говорю, то есть, проект совершенно не влазит вот именно в логику инвесторско-бизнесово-технологическую. Возможно еще, то есть, я вот прям такая вот сейчас, я думал, такая идея, вот как аэротрубу, сделать ее несгораемой, подогнать пожарную машину, какую-то систему, что тебе сразу заливает пеной, если что, и как бы ты там не перевернулся и не воткнулся, тебе мягенько, вот, ну, такая вот, типа шар такой, из стальной сетки, которая еще и мягкая, ну, то есть, с запасом, с проседает, и, то есть, там, просто давать человеку это повключать, чтобы он там, а-а-а-а, то есть, ну, ты почувствовал мощь турбин, которые к тебе привязаны, что вот, привязался к реактивному самолету, то есть, у нее звук, вот, кто не видит, если этот включить, там, те будут, им будет казаться, что самолет приземлился здесь, то есть, как на аэродроме, но вот этот, получить юзер экспириенс, там, пять минут, вот это возможно, вариант такой, супер защищенные аэродрубы, вот эти двигатели турбореактивные, что с ними было, какими они были лет 20 назад, какие они сейчас, и как они развиваются вообще, есть какое-то направление? Мы, считали, то есть, вот сами, те, кто занимается двигателями, то есть, и реактивными в том числе, то есть, ну, там, с военными, или просто такие инженеры, они говорят, что в нем, вот именно железо, там, на 200, на 500 долларов, ну, то есть, даже если там на 3D принтере, или на каком-нибудь крутом ЧПУ, пить, и сего мы это все вырезать. Остальное, то есть, это дороговизна, то есть, там, 500 долларов, это железо, 4,5 тысячи долларов, это вот интеллектуальная собственность составляющая, то есть, зарплатного фонда, то есть, немецких этих товарищей. То есть, если выходить на объемы, там, миллионы штук в год, на десятки миллионов штук в год, то есть, в принципе, реактивная штуковина будет стоить, ну, соизмеримо с мотоциклом. Вот. Сейчас рынок этих штуковин для военных и для вот этих моделек, он, ну, не каждый номерной номер, то есть, там, где-то их, может быть, тысячу в год их производят в ручном формате. Я не про количество, а про, ну, размеры и мощность. Что было раньше? у меня есть каталог, там, вот эта линейка джеткетов, были 6-килограммовые сначала, то есть, они шли для, вот именно для моделек, то есть, что-то маленькое, чтобы заполетело. Ну, то есть, 6 килограммов, сейчас у них, то есть, в линейке до 100 килограммов, вроде, есть, и самые ходовые, это вот 30-40 килограмм тяги. То есть, почему мы их выбрали? Ну, то есть, мы думали сначала в 6 по 20 килограмм, а сейчас перешли на, там, 4 по 30, потому что у нее соотношение цены-тяги, то есть, ну, получается, самое эффективное, то есть, самое дешевое. То есть, там, если делать уже там, чтобы одна турбина тянула 60 килограмм, там у нее цена вырастает, то есть, не в два раза по сравнению с этим, то есть, а в 8 или в 10. Ну, потому что редкие заказы. Вот. Как они раньше выглядят? Вообще, они очень... Живай. Они очень простые, то есть, вот как их изобрели, наверное, вот там, в 60-е, в 70-е, да, то есть, их не коснулось множество апгрейдов современной авиации. То есть, вот двигателисты говорят, что если в нее применить все, что знает МИГ или Сухой по поводу турбореактивных двигателей, то есть, в нее можно выжать там в 2-3 раза больше КПД. Но для этого надо, то есть, ну, там, отдел разработки и этим заниматься. То есть, если индустрия скажет, то есть, можно будет выжать КПД в 2 раза больше. Там какие-то всякие примочки. А так как это такая маргинальная, на обочине какие-то толкинисты от авиации, косплееры, то есть, этим занимаются, поэтому такого уровня пока это достаточно. Ну, то есть, именно рыночные условия. А когда следующее испытание? Я думаю, делать сейчас просто тестовые показы, то есть, я вот собираю ее на другой раме, просто повключать, привязать ее там к какой-то железяке, чтобы не улетело, и повключать без человека, ну, чтобы просто народ послушал. А следующее испытание, думаю, ну, то есть, человеком, думаю, только когда движки будут следующие. Ну, потому что, вот я вот на фестивале Московское небо в конце мая, то есть, вот подвесился, полетал, и я понял, что, ну, я больше никакой информации не получу с существующих конфигураций. То есть, что я привязан, и что такая тяга, то есть, все, уже информации нет, а запускать, это, в принципе, и затратно, то есть, пока это все развернешь, пока привезешь, то есть, это пара дней, ну, и такое, то есть, нагрузка, то есть, потом ешь шоколадки, потому что ручки трясутся. Ну, то есть, мозг не боится, а вот внутренний какой-то там хомячок дрожит и трясется. А на сколько высоту максимум можно? Технически, вообще, эта штука, прямо вот как двигатель, то есть, у любого самолета, которым мы летаем. То есть, порог, потолок 10 километров. Нет, я могу спутник на альту запустить. Спутник 100 километров? Нет, нет, то есть, смотрите, 10 километров у нее порог, именно физические атмосферы, у нее стоит программный порог, чтобы я не делал плохие дела, там, с самолетами стоит, там, 5000 футов ограничения, ну, чтобы они страхуются, но, типа, если я пишу какой-то официальный запрос, они это ограничение снимают. То есть, все-таки, самый дешевый полет в космос, возможно? Нет, с космосом, ну, то есть, там как, у нас есть, пока есть атмосфера, кислород, ну, то есть, для турбин нужно и топливо, и окислитель. Для космоса лучше ракеты, то есть, лучше ракет, для космоса ничего еще не придумали, увы. то есть, когда у нас есть бак с, но есть керосиновые ракеты, то есть, у них бак с кислородом, бак с керосином, и летают в космос. Ну, просто об этом только миллиардеры могут мечтать, а оказывается, можно. Нет, то есть, смотрите, даже на этом, взлететь до 10 километров, то есть, никто из этих товарищей еще все-таки не долетел, а космос это еще 90, еще 10 раз по 10. То есть, ну, космос на 100 километрах начинается. Ну, и плюс там очень много вопросов, там с перепадами, короче, там очень все непросто. Ракеты пока выше хищники у нас. Не, ну, сейчас есть много, кстати, проектов тоже гаражных, которые собирают в гараже ракету, которые могут запустить в космос, и она такая, ну, то есть, маленький груз, допустим, килограмм вывести в космос, вот, и они довольно-таки там не космических денег стоят. Наверное, с десяток таких проектов, я знаю. В Америке это популярно, по-моему. В Америке вообще там у них есть своя долина, ну, не кремниевая долина, а вот какая-то ракетная, и у них задача там слетал в космос и попал в соседний гараж, там такое-то. У них это на уровне такого фана и гаражных штуковин есть. Вот, кстати, у нас тоже сейчас немножко знакомые этим занимаются, именно продвижением популяризации, то есть тоже с детишками, прям уже вот был на майских праздниках всероссийский ракетостроительный чемпионат для школьников. То есть вот в таком формате, то есть при поддержке там и Сколково, и каких-то, и Роскосмоса, вот, во-первых, из пластиков бутылок и водой накачивают ракеты, то есть они там подлетают метров на 10-15. И твердотопливные шашки, такие прям тоже называются ракетный двигатель, он метров на 400 подлетают ракеты. То есть вот дети такой конструируют. Ну, у них там задача какую-то там стабилизацию сделать, просчитать там форму корпуса. Вот, довольно-таки классное зрелище. Можете посмотреть, я писал отчет на Хабре. Напишите в личку и пишу. На вот эту штуку? Да. Ну, ветер. Не знаю. Ну, то есть, честно, ответ, наверное, не знаю. Сама турбина, у нее показано, то есть говорит, тяга 30 килограмм при идеальных погодных условиях, но может быть разброс плюс-минус 20 процентов от тяги в зависимости от температуры от внешней. Ну, то есть чем холоднее, тем ей лучше. Ну, то есть это там циклокорноль, что-то там, термодинамика. И влажность, то есть чем суше, тем ей тоже лучше, то есть чем более влажно, тем она хуже работает. Вот так она зависит от погоды, а про ветер, не знаю, вот француз через Ла-Манш недавно пролетел, то есть, в принципе, довольно-таки это клевое испытание на ветер, на волны, на все такое, на погоду там, на облака, то есть справился. А как может попасть на просмотр включения двигателя? Ну, в личку напишите, то есть там вот у меня есть эти штуки. Пока, наверное, самый такой вот вариант. Я самый активный в Фейсбуке, но через другие соцсети и контакты тоже есть. Надо прорваться через Paywall в кавычках, ну, то есть такого, как это, соцсетей, и куда-то подписаться, и сказать, Алексей, я очень хочу, и следить за мной каждый день в Фейсбуке, я там можу спонтанно что-нибудь. То есть такой сценарий, что я подлетел, а потом начал планировать. Ну, есть же вот эти вот костюмы, которых ты планируешь? Винг-сют, подлетел с земли вверх. Подлетел с земли и потом планирую. Да, тут проще с вертолета выпрыгнуть или с самолета. Ну, то есть если лень связывать, то есть если ты какой-то там такой аутист, который не хочет связываться с аэродромом, там, а хочешь сам. Да, можно, но сейчас пока факт, именно чтобы с земли на этой штуке поднялись выше, чем метров там на 30 нету. Ну, это француз там вот жестит. Но я, мне на ушко шепнули, что вот тот, кто с крылом и в Росе швейцарец, который выпрыгивает самолет с вертолета из воздушного шара и летает, они сейчас прорабатывают именно вертикальный взлет с земли. Но что-то они вот его уже там два года прорабатывают, все как-то типа не могут. В принципе, у него тяги уже хватает, то есть ему можно, автоматика сделать, чтобы его поднимал. Я не знаю, какие там трудности, то есть не думал про это. Не, ну, теоретически можно. Мы еще, кстати, продумывали такой вариант, что старт воздушного шара, то есть мы с такой штуки, то есть на воздушном шаре или там на дирижабле делать такая платформа и у меня парашют. То есть я взлетел, полетал там вокруг дирижабля и на тоже платформочку приземлился. Ну, а если что не так пошло, то я чек с парашютом падаю. Ну, то есть запас высоты уже, то есть мы делаем заранее. Ну, как вариант. Вот, общался с нашими вингсьючиками, говорю, о, давайте там, как у швейцарца, крыло сделаем. Такие, да, давай. Я говорю, кто из вас летать будет? Он такой, Вася. Вася говорит, нет, я думал, Петя. Петя такой, я думал, Вася там. Такие, Алексей, давай ты. Я говорю, нет, я 4 года учиться на это я по ней не хочу. То есть у нас такие. Так и закончились мои разговоры с вингсьючиками. То есть даже вот эти экстремалы, они такие, что ты предлагаешь? Как вы пришли в экспресс-дизайн? О, очень длинная история. Я сюда шел, вспоминал, пытался. Ну, то есть это как-то, это мой не первый проект, то есть какой-то, может быть, 30-й, наверное. Ну, как-то, смотря, что считать за проект. И я точно, то есть какой-то вот урок жизни, что на начале, в начале, если там название, логотип, вот оно как-то, как прилипнет, и потом фиг уже это выкручиваешь. То есть цена исправления этого, то есть со временем очень сильно растет, и мне как-то хотелось с самого начала какой-то прикольный логотип, который бы мне нравился. Я как-то по друзьям поспрашивал, типа, ребята, кто там логотипчики рисует, я что-нибудь там накидаю, какие-то свои пожелания. Ну, и то есть кто-то сказал, типа, о, там Лебедев там экспресс-дизайн делает. Я залез, посмотрел, мне очень вдохновили вертолетные технологии. Вот это прям, вот это был мой такой киллер фича. Вот, и я такой, все. Ну, то есть понятно, что там все обсуждали, какой-то бургер был странный, то есть, который отказались. То есть, там, знаете, я называю, что, типа, заказать дизайн у Лебедева было это, как в Diablo первым был мальчик Вирт без ноги, у которого можно было покупать за бешеные деньги, это предметы, но ты не знаешь, какой ты предмет покупаешь, какие у него свойства. Ты тоже что-то покупаешь, хер пойми, что купил. Но я еще подумал, что такой ход, что это будет дополнительный, как-то, ну, козы, что-то типа, дизайн от Лебедева, то есть какой-то пиарчик. Ну, злые языки говорят, что хоть что-то в этом проекте будет профессиональное. Вот. Ну, у меня такая мысль, что тоже вот какие-то ключевые узловые точки, то есть, хочется делать, ну, то есть как-то руками из плеч по уму и у профессионалов. То есть сейчас этот выглядит, то есть он криво-косо и на изоленте, потому что, то есть это промежуточные версии. Ну, допустим, турбины, то есть двигатели, турбореактивные. Я хочу, то есть, самые лучшие, то есть какие есть на рынке. То есть не самые дорогие, вот именно самые, то есть, надежные. Мы будем летать на этих. Все. Закрепились. Дорогие, да, но что поделаешь. То есть не экономить на этом. То есть, ну, какой-то логотип тоже, это такая вещь, которая прям, всегда на всех выступлениях, где-то там все светится. Вот. И думаю, что, то есть, потом это как-то менять задним числом, нет. пускай, его ценность растет со временем. Вот так, какие-то у меня были вот такие мысли. Конечно, было-то там, руки дрожали, там, а, сто тысяч, что я делаю. Такой, ну, я думаю, что вот, нет, там на Тедди спросили, типа, зачем ты на Тедди? Я говорю, успех, это когда проект, это когда про тебя написали в Википедии, на Лурке, и на Тедди ты выступил. А сейчас такой думаю, ну, наверное, такой, и логотип от Лебедева. Ну, это так, это и вам польстить. Сколько все суммарно денег было потрачено на прототип? Что? А сколько все суммарно было денег потрачено? Там же, наверное, еще сложно посчитать, потому что там поверят двигатели, рама, еще установки. Ну, на самом деле, рама там, она это, алюминиевый профиль из Леруа Мерлен, там, за рублей. Ну, вот именно, наверное, то, то, вот, что деньгами ушло, именно как-то вот, не считая там, допустим, то, что кто-то работал, очень много бывает за идею, вот именно так по деньгам ушло, ну, тупо только на двигателе миллион ушло, вот, еще где-то, наверное, может быть, ну, то есть, верхняя оценка, еще полмиллиона на всякое остальное фигню. В среде полтора и полутора миллиона. Ну, примерно, да, то есть, примерно сейчас в нее вот вшито по деньгам, наверное, ну, это верхняя оценка, скорее всего, что-то, по времени. Блин, опять же, то есть, вот это был 1 февраля 2018 года, а чистого времени, именно вот на конструкции, не знаю, думаю, часов 50, мало, ну, то есть, немного, просто, то есть, как-то это такими очень сильными интенсивами, то есть, я взял там за ночь, то есть, мы там сверлили одну раму, то есть, за вечер, то есть, там какие-то больших штуковых, разработок, доработок, такими очень импульсами, то есть, ничего, ничего не происходит, ждем, 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 и дальше пошло. Только двигатель ни разу не сломался, да, ни один за все это? Но вообще они такие, говорят, то есть, как-то, пока работаешь по инструкции, то есть, не засыпаешь до песка, то есть, там, хорошая, там очень-то сложная история, было вот, три, два маленьких, один большой, я потом два маленьких поменял еще на один большой, теперь у меня два больших. Вот. Сейчас такая конфигурация, какая есть, там, он криво прикручен, потому что он был разочитанным, асимметрично на другие три, поэтому второй прикручен, чтобы просто рядом не лежал, а был прикручен. Так что, если есть какие-то идеи, там, я придумал тебе бизнес-модель, пастер Вальдру, на, смотри, Или на тебя промдизайн бесплатно? Я за. Или там, а, у меня там тусовка инвесторов, есть каких-то сумасшедших. Давай, приходи. Вот, сейчас, ну, то есть, такая, мне энергетически подпитываюсь, то есть, мне интересно походить, там по школьникам ну по студентам по младшим которые еще не испорчены сильно суровыми буднями взрослой жизни то есть ну и какие-то по хакатонить поэкспериментировать с ними то есть не таки пока еще с горящими глазами вот у нас 1 сентября там начнем что-нибудь мутари там можно управлять часть удалена можно тягу управлять чего делать силой тяги управлять ну в принципе пульта он они сто двести метров то есть где-то он не надо проводочки он по радиоканалу можно я все занимает мысль то есть если у французов какая-то автоматическая стабилизация увеличение и уменьшение тяги смотри то есть это реализовать автоматикой то есть коптер очень круто развились все алгоритмы этого есть но именно стабилизации то есть прикрутить одно к другому можно но вот вопрос нужно ли то есть пока у меня гипотеза базовая что покатавшись на водных что пока тела хватает ну как на сноуборде то есть мышь к сноуборду к обычному не прикручиваем некие системы стабилизации ну или вот этим водным штуковином мышь не прикручиваем то есть это же это базовый гипотеза если она не на сноуборды развиты ну то есть там задача то есть как это я по мере вот как это проверяем простые отсекаем а потом усложняем вот я буду ну так вот конечно да то есть вопрос электроники какого-то то есть стабилизации он станет и штанку нибудь там зрение компьютера чтобы уехивался от препятствий то есть ну или дальномер то есть до земли то есть нормально все это делается автопилот что то еще то есть конечно это можно нафаршировать но это отнимает и креативную энергию ману то есть фокусировки то есть пока сейчас бутылочное горлышко пройти то есть двигатели там дальше развернемся все отпустите меня спасибо